всем привет так что тут здесь посидеть что ли ой пока вот на этих ступеньках эти такие посидеть на ступеньках пока народ соберется жарко сегодня капец у меня даже телефон вот смотрите солнце как пикет где ну видали да жутко у меня даже с телефон перегрелся когда это видео снимал один лайк спасибо сегодня 22 мая 2022 года двойки рулят короче вода прибыла в районе якутска значит сама река то там чуть дальше за островом за этим а здесь протока но она дамба перекрыта поэтому вода здесь в общем то стоит 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 вон чайки летают чайки чайки поэтому мы здесь можем просто следить как бы за уровнем воды в реке то есть как по закону сообщающихся сосудов дата что там уровень что здесь они одинаковые да то есть вода прибыла где-то метров на пять это кататься 500 сколько-то миль в этих миллиметрах же измеряют до уровень воды критическая для якутского 800 8 метров вот чай очки вам чай очки надеюсь качество тут более-менее да тогда я тут ходил что-то стремил качество было не ахти тут еще оказывается и переправа работает на вот там на дамбе эти судно-воздушных подушках катают людей этом поснимал там еще ждут два судна стояла два уехала два катера таких с пропеллерами здоровыми но и соответственно еще там люди стоят ждут там где флаги на дамбе видно нет там от стоят ждут эти значит должны приплыть вот оттуда приплыть и соответственно заберет их так вот такая красоте тут можно посидеть кстати в эти люди до сидят сидят главное не мусорить только не загаживать свою экологию в которой живете все забирать с собой даже бычки и те надо с собой забирать но вы пока вот полюбуйтесь так напишите мне как там качество то хоть чат добро пожаловать никто не пишет напишите как качество чайки летают видно чайчик динки единку достать что ли какую-нибудь смогу я не смогу можно посмотрите льдинки вот такие вот льдинки видно как она красивая и когда вода отступит вот эти вот толстые льдины да вот эти толстые они там по метру или сколько толщиной они здесь останутся на берегу и можно будет сюда прийти пофоткать и тогда вода вот здесь пойдет сейчас пока вода прибывает когда вода спадет тогда льдины останутся вот здесь вот на песке здесь у нас пляж летом кстати сегодня так жарко и у моего я в куртке вроде бы матерчатая да там рубаха на мне еще это я прошелся мне же он перегрелся солнце вам как болит видали да по прогнозам говорят что погодка будет хорошая этим летом теплая не знаю насколько правда хотелось бы как бы да чтобы можно было нормально позагорать прогреться за лето то что тут зимой да мы промерзаем а летом наоборот жаримся прогреваемся прогреваемся тихо здесь хорошо давайте дождемся когда эти катера приедут их снять как они двигаются плохое качество плохое качество до это мы видим что они двигаются значит быть подходит точка базирования смини ну идем через сотовую связь у меня оператор мегафон, что-то мегафон в черте города он довольно хорошо довольно хорошо город есть это не какой-то этой рыбы поймали видать да рыба чужая просто так что ли здесь он схватила 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 я вижу схватила и вон она полетела подальше от своих собратьев сородичей других чаек то уж они налетят и все склюют красивая птица что интересного в этих птичках есть здесь термажерный вот такой можно если вам силы девать наверно можете вот здесь вот своего узла покачать на этих турниках тут их что-то этих чаек много вот здесь вот сейчас посмотрим почему они здесь летают а вот одна выронила одна выронила и они полетели это одна поймает какую-то рыбку да и другие за ней носятся пытаются отнять у нее да ну давайте сюда летите что я сюда подошел то зря что ли они вон там где-то летают напротив лодочная станция ветра нету хорошо тишина такая знаете вот эти только шум этих моторок слышен вот они должны до туда доплыть и там наверно другие какие-то взамен отправляются здесь у нас железная дорога над той стороне лены там еще до туда несколько километров реки представляете да вон туда вон это протока она перегорожена дамбой вот это остров вот если этот остров пройти там уже непосредственно река будет там уже непосредственно видно движение льда якутские как раз сейчас напротив якутска проходит ледоход и водичка поэтому прибывает смотрите можно даже здесь какую-то сделать заметку да выложите смотреть насколько вода будет прибывать или убывать ну она со вчерашнего вечера начала прибывать со вчерашнего дня получается с субботы так ну все ладно давайте чайки эти не хотим не хотят летят сюда посмотрите уже вот в майами бич пляж люди приходят семьи не спокойно сидят отдыхают чем куда-то там ехать за 3 9 земли земель там по турциям разъезжать всяким бешеные деньги тратить вот можно здесь у нас солнечную погодку очень хорошо отдохнуть подойдем сюда лучше панорамка будет какая-то стоянка для машин похоже для машин вот вот чайки лучше видно кстати как они тут за рыбой охотятся люди берут с собой мячики пожалуйста и можно поиграть главное этот мячик вот туда не забить в воду во льды а то будет все можно будет расстаться с этим мячиком потому что и лезть на льдины ни в коем случае нельзя ни в коем случае она может льдина перевернуться или еще что-нибудь и все вы покажетесь в ледяной воде хорошо если люди найдутся в какие-то и то маловероятно которые вам вдруг нырнут туда а так все good bye если плавать вы не умеете поэтому вот опасно сейчас вообще на лед ступать ну что когда эти сплывут то я хочу дождаться этих катеров этой переправы снять их вон они оттуда должны вырыжить а вот там кстати большие льдины видно торосы вот там дальше там видать течение воды есть здесь то его нет по сути дела вода стоячая здесь здесь в этом как в рукаве закутки здесь можно пролезть кому интересно какой смысл если есть вот такие шикарные ворота смотрите через которые можно спокойно пройти давайте спустимся что ли да вот в мизинку или подождите я меня слышал либо как кто-то движется в нашем направлении судя по шуму плохое качество так а сейчас я надеюсь получше качество да сегодня воскресенье люди отдыхают сколько время там 2 часа 7 часов если московское время утра еще дыхают вовсю обычно в воскресенье спят долго 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 спят и 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 Переправа-то у нас, вон, смотрите, вон там он, фартика, тирани, плавание, где можно. Ой, вот они тут чайки-то эти, а. Это я ушел, они сразу туда прилетели. Слышно, надеюсь. Вот, это какая-то другая птица, ворона, что ли, и они ее атакуют. Прикольно. Вон, или стервятник, кто это, черт его знает. Он большой, он больше, смотрите, они на него. Он что-то к ним залетел, и они его отгоняют. Прикольно, да? Солнце вон какое-то. Все, туда-куда-то улетел. Так, ну что, подняться обратно наверх сюда. Пойдем. Не, он все равно продолжает здесь летать. Так, в воскресенье, все люди, значит, спят. Кто не хочет смотреть, толком. Хорошо, надо погулять людей. Довольно много сейчас гуляющих. Давайте тогда туда пройдем, посмотрим, как там у нас ситуация. Может, там виды поинтереснее. Ну, это дома на 203-м микрорайоне, которые, смотрите, у них какая особенность, то, что здесь подземное строение гаражей, там топольный этаж есть. Нигде в городе нет, у нас здесь только. Что-то там и телеграмм у них прилетает. Какие-то сообщения. Надо его выключать. Когда вот эти какие-то видео снимаешь, чтобы он не отвлекал. Вот, почки. Что за? Тольник. Видно, да? Почки. Уже зеленеют. Видно, здесь. Вот. Давай, фокусируйся ты. Видно, да? Вот так вот. Хорошо. Прогуляться можно. По бережку. Вот. Вот. На фоне льдинок. Я вот тоже снимаю. Как, что сейчас выглядит. А вот здесь вот лучше видно. Видите, здесь уже эти почки, они... Давай, фокусируйся. Видно, да? Спускаются же, цветут, да? В том листочке будут расти. Ну, пока вот так. Такой процесс. Здесь такой гравийный... Гравийная оцепка. Песочек, да? Камушки. Как бы... Хорошо было бы тоже, чтобы ее, конечно, сделали. А вот тут какую-нибудь пыльточку положили, чтобы можно было гулять. Потому что людям... Действительно, куда сходить? Сюда вот нужно. И ехать на машинах, да? Минздиль сжечь. Ну, тут какую-то вот зону отдыха действительно сделать. И можно вот здесь вот вполне пультурно сидеть, отдыхать. И ягуртка растет. У нас выше 300 тысяч жителей. Надо, чтобы делать экологию, как-то улучшать города. Чтобы... Можно было. Вот так вот, где-то отдохнул. Потому что есть парк, который отдохнул. Как бы... В общем-то... Там не хватает на город. Строили его в какие-то времена. Давние, придавние... Давние и давние времена в строили. Естественно, тогда город был значительно меньше по количеству жителей. Тогда его хватало. Сейчас уже, конечно, надо вот этих вот экологически чистых зон зеленых больше делать. Вот тут тоже я смотрю. Вот эти гровя. Вот, навезли для укрепления, видать, заблагоровременно береговой линии. Так... Чтобы вода не могла пройти... Чтобы вода не могла пройти... И там дома подтапливает, конечно. Чайки. Какими собачками здесь гуляют. Пожалуйста. Это что? Это что? О, это... Тут... Тут... Елка, что ли, растет? Точно елка. Зеленая же. Класс. Да, и вот хорошо было бы, если бы здесь пыточкой выложили, конечно, все. Ему было бы ходить гулять. При бережку какие-то зоны такие сделали. Деревья посадили. В общем-то... Ой, если что-то здесь чайк-то... Ну, к ним близко не подойдешь, они улетают сразу. Так, что там... Что-то не учачнулся. Качество не очень. Ну, какое есть. К сожалению, этот не в телефоне с помощью обычной программы встроенной. Вот так вот. Мало что можно сделать. Мало как качество повысить. Он сам выбирает качество. В соответствии с условиями приема. Да, вот там, кстати, больше едины. Больше таруши. Тарусы. У газмеру. Летнее кафе. Столовая, кофейня, самовывоз, японская кухня. Смотрите, здесь вот есть точка общепита, я так смотрю, да? Смотрите. Столовая 203 вкуса. В том есть кофейня, самовывоз, три пирога и японская кухня. Кстати, у них вот эта зона. Так вот здесь все выглядит культурненько. Вот здесь вот, да, заход что ли? Пункт самовывоза здесь. Масамуни какое-то. Вообще, честное слово, первый раз хожу. Какая-то нота. Мы видим ноту. Смотрите. Добро пожаловать. Детская школа искусств номер два. Вот это что оказывается такое. Добро пожаловать с этой стороны. Смарт 2.0.3. Библиотека филиала номер 22. Централизованная библиотечная система. А здесь библиотека. Смотрите, вот здесь вот. Нормально, да? Кругом смотрю, видеокамеры наставлены. Ну и тут можно пройти. Вот получается посюда проход есть. А вот эта улица. Я не хочу на улицу вообще даже выходить. И к этим машинам вонючим бензиновым двигателям, от которых столько шума, грязи, пыли. Вот. 203-й край. Здесь вот такого плана домики я уже снимал не один раз. Так. Как бы. Поэтому. Будете посмотреть предыдущих видео должно быть. Да. Так. Короче. Детская школа искусств и библиотека. И вот так вот если идти, мы проходим. Вот такая. Мы проходим к берегу. Так. По-европейски, да? Выглядит как бы. Сейчас здесь плиточка аккуратненькая. Вот какая-то особая плитка. Тут с пупорышками вот такими вот выложена медаль. Для незрячих или как это делают? Специально. Летний кафе. Короче, вот здесь, если вы проголодались, то эти ворота прошли и покушали. То, что столовая 203 вкуса. Давно я в столовых у наших не был. Даже не знаю, почему сейчас цены какие. Раньше, когда я ходил, можно было на 150 рублей поесть довольно хорошо. Я хочу набрать всякие гиды. Первое, второе, третье. Ну, сейчас сделки уже, конечно, повысились. За 150 рублей я не знаю, что сейчас возьмешь. Гамбургер, по-моему, не возьмешь за 150 рублей. Сколько у нас шаома? Рублей 250 стоит. Такая более-менее нормальная. Смотрите, воды сколько. Сидят компашки здесь. Отдыхают. Здесь какой-то детский сад это видать, да? Что-то выломали уже. Куда-то пусть тащили железяку. Смотрите, какой дом прикольный. Типа парус, не парус. Ну и тут два таких похожих. У них панорамные окна большие. По песку, конечно, ходить сложновато, да. Ноги буксуют тяжело, да потом. Вот здесь, смотрите, загорают, загорают люди. Немножко поснимаю. Никаких вам сочей не надо. Вот так вот пришли. Кинули покрывало и лежите в солнечной ванной. Бесплатно. Уровень здесь получается ниже, да? Уровень вот этой на отсыпке. Получается, здесь вода она уже как выше, да? Выше кажется. Смотрите, сколько здесь людей. Смотрите, сколько семьями-семьями ходит. И здесь тоже, кстати, это судно за подводные подушки. У нас отсюда скатывает. Так, что потом пишет, нет? Четыре смотрит, девять лайков. Так, я думал, здесь что-то стоит. Тут ничего не стоит. Я имею в виду это судно на воздушной подушке. Аэро-лодка, так называемая. Вот тут ООО «Лена Турфлот». Трансфер пассажиров ДЖД вокзала в Нижнем Вестях. АО «АО» – пенсионерная компания «Железные дороги Якутии» «Лена Транс». У них даже свои автобусы здесь. Ага. Так, здесь народу-то. Смотрите, сколько подходит. Так, а, вон они. Где? Стабилизатор? Я не хочу с стабилизатором ходить. Бандуру такую таскать. Можете сами со стабилизатором ходить. Телефон взять в руки и шлепать. Единственное, надо программу какую-то установить. Как бы в телефоне-то есть стабилизатор, да, встроенный. Но он во время стрима не работает. О, тут что-то выделяется. Смотрите, какие-то газы. Всем привет! Сегодня 22 мая 2022 года. Ух ты! Даже вон какие-то дровишки здесь. Я думаю, откуда здесь дым-то? Вот отсюда. Можно льдинку достать какую-нибудь. Хотите, льдинку достану. Вот, на песке. Смотрите, лёд. Настоящий лёд. Оп! Пум! Ещё какую-нибудь достать. Вот такую. Смотрите. Вот так вот он тает. Шуга. Видно, да? Что за пузырьки-то здесь выделяются? Слушайте, сколько их здесь. Этих пузырьков. Тьма тьмущая. Оп! Опа! Вон эти судна на воздушных подушках. Сейчас к ним подойдём поближе. Ох! Экстрим-стрим. Экстрим-стрим с Якутска. Опа! Поэтому смотреть желательно на телефоне. Вертикально располагая. Тут вот это озеро. Короче, его затопило получается. И здесь, когда вода уйдёт, здесь останется в этом озере вода. В прошлые разы даже здесь люди купались. Честно говоря, купаться я бы не стал. Вот сколько людей-то здесь. Куча бабушек пришла и сидит. Тут камушки даже можно какие-то пособирать. Смотрите. Экстрим-стрим с Якутска. Вибрация, всё, чтобы вам всё передалось. Каждая кочка без всяких стабилизаций. Смотрите, какие шикарные дома. Ух! Тут, конечно, вообще, смотрите, вот там живёте, да? Вот у вас такой вот вид. Здесь на реку. Шикардос, да? А здесь вот переправа на Нижнем Бестях. Что-то давно вот этих вот лудок не вижу. Люди приходят и приходят. Двести третий микрорайон насыпной. На насыпных песках. Вот это всё. Здесь когда-то река текла, но насыпали песочек. Вот эти земснарядами. И, соответственно, строили здесь кучу домов целый. Целый микрорайон. Даже два. Двести второй, двести третий. Ещё, говорят, даже собираются вот здесь вот тоже отсыпать песочком. И тоже ещё двести четвёртый строить микрорайон, представляете, да? Дойти до этих лодок и показать вам эти лодки, как они выглядят. Судно на воздушных подушках. Аэроводка. А тут что-то копают уже. Тут тоже что-то такое. О, люди сидят. Смотрите, вышли вон там. Люди сидят. У нас жарко сегодня. У меня даже телефон перегрелся, представляете, да? Телефон перегрелся, когда я видео снимал. Сейчас я стримлю, а до этого я ещё видео снимал. Буду смонтировать. Ну да, уже вон разделись. В шортах. Ну, я бы не стал, конечно, в такой воде купаться. Во-первых, она прохладненькая, да? И, во-вторых, она не очень по качеству. Вот они. Нептун 27Z. Ну, это большие. Смотрите, какие большие. Вот он. Какой большой у них это. Салон какой большой. Один, второй, три. Три штуки их. И здесь по два двигателя. Два пропеллера таких здоровых вон сзади стоят. Ну, всё уже, видать. Они отплавали. 25 мая, говорят, навигация уже открывается. Вот такие вот красавчики. Видно, да? Вот здесь тоже до нижнего вестяха плавают. Вот могут. Вот. Ну, здесь сильные довольно торосы. Они их не пройдут. Он с той стороны проходит. Там, где дамба, там проходят. Вот такие вот судна. Но там поменьше будут. Здесь действительно какие-то огромные штуковины. Чем-то похожи на комету или метеор. В меньших масштабах. Так, а с этой стороны у нас что мы видим? Тут какая-то веревка дотянута. Так, чё какая-то что-то? Экстрим стримы. О, загорают люди. Сидят, водичку взяли. И культурненько сидят. Вон семьи выходят. Принимают солнечные ванны. Солнечные ванны. Чем куда-то за 3-9 земель ехать, бензин тратить, жечь. Кучу денег. Вот сюда вот вышли. Можно пешком достать. И вот центр по сути дела. Телебашня, где вот это, вот этот центр. Все тут пешочком 15 минут. И вот здесь, смотрите. Нептун 26, Нептун 27. У них такие, смотрите, шикарные каюты. Три штучки здесь одинаковых. Так, ничего, обратно пройтись. Где эти лопти-то? Что-то переправляться никто не хочет. Я уже снял на видео. Но это на видео будет. Это чуть позже. Я, естественно, выложу. А пока, я думал, их тут будет много. Или вообще не будет. Ну, они плавают, но их мало. Я не знаю, как там ситуация. И вот непосредственно на реке со льдом. Вот это здесь у нас протока, перегороженная дамба. Поэтому течения сильного нет. Здесь, как бы, вода стоячая и льды тоже стоят. Ну, чайки. Чайки, чайки, чайки. Ну, можно посюда идти, а можно по берегу идти. По берегу, конечно, лучше идти, но там песок и гора. И вот этот, неудобно двигаться. Выложили бы, конечно, плиточкой. Было бы нормально. Такая рекреационная зона была бы. Довольно хорошая. Много здесь машин приехало. Как бы, бесплатная автостоянка. Так, проходим. Может, люди просто сюда приходят, чтобы посмотреть. А может, кто-то здесь и машину устанавливает. Вот жильцы этих домов. Так, Юкутск в нижнем листях. Вот, смотрите, вот эти вот, кстати, лодки на воздушных подушках. А вот, проходим. Ну, бабушки сидят. Что-то ждут они, что ли? Или просто так сидят. Ну, интересно общаться с друг дружкой. Вспоминают вещь, что вспомнить. Опыт богатый. Велосипед. Конечно, мне интересно общаться с другими бабушками. В велосипедах приезжают. Вот здесь какие-то лодки. Смотрите. Что это за лодки. Лена тут, вот. О-о-о. Тут их посмотрят. Смотрите. Пассажир. Тут, короче, переправа до железнодорожной станции. Железнодорожная станция на той стороне. Моста нет. Поэтому приходится жителям Якутска и районов вот этих, которые с этой стороны реки мучатся вот в таких лодках переплавляться. Так. Вот видите, да? Какая-то здесь дорога. Не супер-пупер. Давайте прогуляемся. Все равно идти надо. Не стоять же на месте. Да. Ну, здесь вот, когда уже река пройдет, уровень опустится, песочек. Песочек, значит, будет вот виден. Здесь можно будет по нему бегать. Вот тогда здесь будут люди приходить купаться. вон там. Хотя, собственно, сам пряж вон там дальше. Вон там вот. Напосредственно возле дамбы. О, мужчина лежит, загорает. Снял рубаху. Вот такой вот песок. Конечно, такой было бы хорошо, но приходится по песку топать. Наверное, тут еще что-то должны сделать. А то можно нормально сделать бобу пешеходные. Плиточки. Сколько людей сюда пришло. Слышали, какая-то лодка. Идет, не идет. Ну, по идее, должны они двинуться. Сейчас мы их дождемся. Я хочу их дождаться и поснимать. Какая у нас переправа. С Якутского до Нижнего Бестяха. А Нижний Бестяха находится прямо напротив Якутска. А где они? Где эти лодки? Огонь. Я уже вижу их. Я там уже вижу. Так, мне удалось себя приблизить? Как мне приблизить? О! Оказывается, приближает. Вот там видно, да? Где-то вот там вот они двигаются. Вон, по-моему, вон она. Сейчас поближе будет. Когда подплывет, мы ее зацепим. Ну, короче, вот ситуация на 22-е. 05-го, 22-го. Сегодня симметричное число. 22-го, 22-го. Вон она, там он. Они долго плывут, потому что шуга, вот эта льдиная, они сложновато, конечно, перебираются, плывут. Вон она. Что-то как будто бы буксует. Ё-моё. Интересно, она на какую приплывет? На эту, блин, которая здесь вот, в лодочную станцию или туда дальше, которая на дамбе. Ой, как он медленно плывет-то, а. Ё-моё. Вообще. Медленно-медленно. Так, дайте мне приблизить его. Так, где он? Я потерял. Где он? Сейчас найдём, найдём. Не волнуйтесь. Вот видно, да? Вот. Я его нашёл. Вон он. Я ещё приближение сделал. Сегодня вообще хороший день. Ветра нет. Вот видите, как он медленно там ползёт по льдинам. Судно на воздушные падушки. Вот так он пробирается. Сейчас лёд-то вскрылся, поэтому шуга вот эта вот. Шуга, льдины, по ним сложно плыть. Тем более там они какие-то вообще здоровые. Он выбирает, видать, где более-менее. Как долго, а? Как черепаха ползёт. Вдоль берега, наверное, он шурует, потому что вдоль берега поменьше льдины, чем на середине. О, видно, да? Вот видно. Так вот он ползучкой такой. Если бы льдины были целые, он бы значительно быстрее двигался, конечно. Это я приближение сделал. Ещё один слышу, ещё один двигается. Где-то там он. А, это вертолёт. Это вертолёт. Сейчас я вам вертолёт покажу. Видно, да? А там, где солнце, короче. Ладно. Мы эту лодку лучше приблизим. Вот она. Переправа Якутск-Нижний Бестях. 22 мая. Лодочную станцию проплывает. Видно, там вот это строение. Ну и там, на дамбе, вот люди. Там такая пристань. Не пристань. Ну, что-то типа такого, да? Он туда сейчас заскочит. Людей высадит и следующую партию засадит. Да, представляете, да? Это я на таком расстоянии. Шум. А, всё, 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 всё. Он туда, к дамбе. Дамбе приплыл уже. Всё. Я на таком расстоянии стою. Шум такой. Так, уменьшаем. Всё, уменьшил я. Что же там внутри этой лодки творится, а? Какая там вибрация и какой там шум. Ещё за это удовольствие надо, соответственно, денежки заплатить. Никто просто так вас не будет переплавлять на тот берег. Так, ну что, тупаем дальше. Ещё я до туда дойду. Там эти лодки поснимаю. Вот тут видно, гравины насыпали. Должны что-то здесь сделать, видать. Вот такой вот положили бы такой асфальтик. Ух, вообще красота была бы. Уху, ху, ху, ху. Уху, ху, ху. Да, я что-то, воскресенье сегодня льву совсем нету на стриме. Рано я хожу, видать, надо позднее вечером Если стримы проводить, то вечером Ну, у нас по-якутски будет вечером снимать Здесь у нас дальневосточный регион, часовой поезд-то народу мало Смотрит мало А там, на западе России, там больше людей живется и смотрит побольше А сегодня, поскольку воскресенье, сегодня люди спят, не дай Ох, я сегодня не нахожусь, не нахожусь Так, ну что, дойдем мы с вами до вечер-порта Я надеюсь, по такой траектории Сейчас вдоль вот этого побережья Потом там на дамбу перейдем и по другой дамбе пойдем Так, надо будет, не, вот там до песочка дойду Надо будет посидеть Немножко передохнуть Жалко я с собой водичку не взял Уже в горле сухо Теплый, хороший, солнечный денек В общем-то даже безветренный, безветренный денек Вот сейчас вот здесь на дачке поработать На природе где-нибудь посидеть Тут люди сидят возле реки Жильцам вот этих домов И вообще тут красота Вид, вид вот сюда вот Мечта жить в многих, наверное, да? Так, вот я слышу еще лодки Движутся Сейчас они подплывут поближе И я их схвачу, поснимаю Короче, сейчас вот только двумя видами Это получается вертолет Если вы хотите Переплыть, перебраться через реку, да? Или вот на таких вот Лодках с пропеллером Которые могут подниматься Над льдинами и плыть А я смотрел, и пофиг что Что по воде, что по льду Что по песку Они вот так вот Движутся Потому что От турбин Воздушный поток Который поднимает Это судно Плавательное Средство Ох, какая здоровая псина Так Фух Хорошая у меня сегодня Прогулочка Даже хочется Снять с себя Куртку Да В Иркутске я сегодня слышал Или вчера было 30 градусов Плюс 30 Представляете, да? В Иркутске В Иркутске В городе Иркутске А вот, смотрите Сейчас подходим Этот Здесь Подходит Стабилизируюсь И приближаю Так Тима Привет, большой И правильно понимаешь Что справа Лед плавает Блин, а когда у вас Лето Уже лето Привет, Паша Света Привет Феодосия У нас ледоход Напротив реки Сейчас вот пройдут Вода здесь Пойдет Это река Лена Здесь у нас Вот я Сейчас показываю Смотри Вот наша Переправа Какая сейчас У нас переправа Через реку На тот берег Кто хочет Вот Видно, да? Судно На воздушной Подушке Вот она Сейчас Торосом Вот по торосам Она вот так вот Движется Он сейчас Приплыл туда И Засадил людей И обратно Получается Двигается Да? Или он вот Сюда встает Он что-то Разворачивается Да? Я так понял А с той стороны Мы слышим Мы слышим Вот с этой стороны Шум У нас уже Лето Жарень Страшная Я в куртке Мне жарко Где эти Лодки-то? Вон их я слышу Как будто бы Не одна А их Но они там Очень медленно Двигаются По торосам Ну это торосы Это льды такие Которые Разломанные Сейчас С река Вскрылась Поэтому Уровень Прибывает Уже вот Получается День целый Так Пока Уменьшить А вон Вижу Ее Сейчас Приблизить Так Чат мешает Как этот Чат скрыть Чат отключен Так Как мне здесь Приблизить Вы слышите Шум Вот этот Да Чат убрал А приблизить Не могу О Приблизил О Сейчас Уйдет Он Видно Да Лодка Вот она Медленно Так По льдинам Движется О Я зацепил Ее Смотрите Переправа Через Лену 22 Мая 2022 Года Ох Представляете Какая там Тряска Какая Вибрация Это Нечто Незабываемое Шоу Прокатиться Вот на такой Лодке Конечно Лодочная Станция Он Собестях А в Якутск Людей Везет Ну Моста Нету Приходится Когда Распутится Вот так Двигаться Вот Видно Да Сейчас Он до туда До плывет И Людей Там Скинет К дамбе Подплывает Видно Да Может Четкость Не очень Но Вот так Вот Все Выглядит Сейчас Все Он Туда Подплыл Сейчас Будет Людей Высаживать Мы Мы Еще Туда Подойдем Там Я Поснимаю Так А где Эта Лодка У нас Вот Вторая Идет Так Где 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 Она У меня С поля Зрение Выпало Вот Сейчас Вот Видно Да Вторая Идет Такая Же Но Эти С одной Турбиной С одним Вот этим Вентилятором Сзади Вентилятор Который Воздух Надувает И Вот Она Может Двигаться По льду По торосам По песку И Все Равно Она Как Летучая Аэро Лодка Аэрокатер Видите Да Здесь Шум Такой Я На большом Расстоянии Нахожусь А представляете Какой там Внутри Шум И какая там Вибрация Все Приплыл Там Он Сейчас Людей Высаживает Сейчас Мы туда Подойдем С вами Так Мне Теперь Надо Его Уменьшить О Все Завораживающие Эльмира Усханова Ага Вот К сожалению На обычный Телефон Стримлю Такое Качество Супер Пупер Так Давайте Туда Переходим У нас Уже Лето Почти Сейчас Река Пройдет И будет Вообще В Якутске Тепло Лишь бы Только Не было Как в том Году Вот этих Пожаров Чтобы Город Был В городе Можно было Дышать Нормально Да У нас летом Тут замечательно Только Вот эти Все пожары Они делают И портят Тайга Горит Дым И куда Ты в дым Ты что Будешь Двигаться И все Вот Поэтому Подвигаешься В дым Надышишься Этим Угар Газом И тебе Только Хуже Будет Поэтому Надо Заранее Тушить Вот эти Очаги Пожаров Начинающихся Но опять Лето Если будет Жаркое Сухое То это Как бы Не очень А здесь Вот такая Зона У нас Турники Здесь Вот Можно Позаниматься И спуск Лестница Такая Вот Кому Мышцы Надо Покачать Вот Могут Сюда Прийти Калории Здесь Потратить Свои Ну Здесь Зона Пляжа Городского Зона Пляжа Городского Семьями Выходит Отдыхают Сейчас Мы с вами Тоже Сюда Спустимся Чайки Летают У нас Много Много Чаек Одна Сидит Куда-то Чайки Улетели Видать Хлебное Место У них Кончилось Здесь Обычно Люди Оладушки Здесь Оладушки Плавают Не может Их Сидят По традиции Якутской Вот Принято Оладушки Оставлять Ох Там Народу То Сколько Вышло На Вот Там Где Это Пристань На Дамбе Да И Он Видать Засадил Еще Люди Еще Сейчас Подвигается Так Приблизить О Садил Туда Людей И Поплыл Или Полетел Вот Так Какой Шоу Такой Аттракцион Кто Любит Аттракционы К нам В Якутии В это Время Приезжайте Можете Вот На таком Судне Сплавать Так И вторая Лодка Тоже Второй Катер Двинулся Как у него Нос Задран Буквально Летит Но это Еще не Скорость Потому что Здесь Торосы Вот этот Лед Мелкий Шуга Не мешают Движению Так Куда-то Они Встали Все Отплыли Что Ли А Нет Просто Отплыли Вот туда На лодочную Станцию Что ли Да Получается Ладно Будем Сейчас Двигаться Уменьшаю Этот режим Сейчас Пойдем Прогуляемся По нашему Пляжу 202 Микрорайона Я Здесь Ходил Неделю Назад Тоже Стремил Здесь Уровень Воды Был Ниже Метров На 5 По Высоте Вода Прибывает Вот Ладушки Видно Воложили Это не Чайки Татуты Летают Поэтому Ни в какие Дубаи Не надо Ехать Ни на Какое Море Вот Песок Песок Замечательный Просто Супер Супер Песок Люди Приходят Сидят Культурно Ходить Конечно По Такому Песку Не Супер Ноги Немножко Буксуют Вот Еще Оладушки Выложены Дары Природа Богам Природы Ну Вот Эти Вот Пункты Наблюдения Пункты Наблюдения Они Смотрите Как Затоплены Летом Здесь Уровень Ниже Значительно Ниже Вот Еще Такие Выпекают Оладьи Приносят Подношения Богам Природы Здесь Сколько Людей Пришлось Детьми Ну Че Дома Сидеть Возле Компьютера Или За Смартфоном Заедает Целое Лето Представлялось Целую Зиму Просидеть За Смартфоном Это Вообще Ужас Да Да За Компьютером Сейчас Все Лето Уферик 22 Поэтому В общем Это Все Нормальная Погода В Иркутске Уже Слышал Вчера 30 Градусов Иркутск Иркутск У нас Он выше По Верховьях Лены Где исток Реки Вот там Там До Байкала Совсем Недалеко Ну Иркутск На Байкале Стоит Тут Что-то Открыли Уже Какая-то Смотрите Сделано Такие Напиленные Штуковины Да Что-то Шашлуком Пахнет Шашлук Не продают Вот Сколько Здесь Людей Что-то Я уже устал ходить Честно говоря Вот такая бы была дорога везде По всей набережной Можно было нормально гулять Так Сейчас мы С вами Вон туда Пройдем Где это Дамба Там Где эти Паркуются Лодки Которые Сейчас плавают Вот Смотрите Видите Наблюдательный Пункт Он затоплен Так А как они проходят Через щель То в заборе Получается Забор То закрыто Щель Есть в заборе Ну а раз Щель Здесь Значит Проход Есть Все Логично Кстати Рядом Много Киосков С Едой Различной Поэтому Если Проголодались Мы Киоски Что-то Подкупить Шаурму Или Шаверму Как правильно Вот Она Дамба Городская Вот Это Пляж Городской Ну сейчас Он затоплен Естественно Высоким Уровнем Реки Надо Наблюдать За Паводковой Ситуацией В районе Города Смотреть Ну а Когда-то Здесь В 98 Или 99 Году На эту Дамбу Вылазили Льдины Вот на Эту Вот здесь У меня Где-то Фотография Я тогда Ездил Снимал Сюда Ходил Вернее Снимал Льдины Лежали Но это Был Наверное Самый Высокий Уровень То есть Здесь Еще Есть Несколько Метров Запаса Видно Так Проходим Дверь Забор Щелка И В эту Щелку Мы Проходим Спокойненько Если Вы Не Страдаете Излишним Весом Какими-то Пропорциями Очень Большими Тело Вы Обязательно Пролезете В эту Щелку Ну вот Так Что-то Лодок Я этих Совсем Не вижу Народу Там Много Стоит То есть Желающих Переправиться Много А лодки Вон Там Они Ой Блин Чуть Не Грохнулся Надо Смотреть Под ноги Поймаешь Ли А то Можно Об Этот Вот Бордюр Долбануться Башкой И Ничего Хорошего Не Будет Ничего Не Падать В Лишний Раз Тем более Головой От камня Или Голову На камне Камне На голову Да Это уже плохо Поэтому Я не понимаю Немножко Вот этих Людей Которые Лазят По горам Без Без касок Без Какой-то Защиты Без Страховочных Там Веревок И так далее Тем более Один Когда человек Лезет Туда Что-то Снимает Хорошо Он Как бы Ничего Не падает На голову А если Упадет Все Кирдык Вот тут Видно Много Транспорта Соответственно Много Здесь Вот Переправа Бестяха Она В двух Местах Вот здесь И Там Где Я Был Откуда Я Пришел Смотрите У нас Начинают Так Как Сфокусировать Вот Это Что Это У нас Эти Почек Как Верба Верба Смотрите Ну Давай Фокусируйся Ё-моё Ну Ёлки-палки Не хочет А Видно Да Сфокусировался Такие Почки Цветут Уже Они Вот Слышу Нахнуки Транспорт И тут Много Много Людей Стоит Желающих Брас На ту сторону Пока Можно Ещё До туда Дойти Там Проснимать Так Сейчас На ту сторону Перейдём Дороги Ух Машину Сигают А здесь Лавочки Правда Лавочек Здесь Немного Можно Посидеть Посмотреть На реку Здесь Личной Порт У нас И вот Это Судно Корабли Там Катера Лодки Всякие Пароны Баржи Якутского Речного Пароходства Вот Видно Да Приближу Блин Вот так Вот Поснимать Немножко Парк Личного Транспорта Вот там Вот грузовые Краны Стоят Грузовой Причал Сейчас В том Направлении Мы Пойдём Ох Кто-то Будет Уже Какой-то Пароход Пу 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 Все Я снял Сейчас В том Направлении Двинемся Так Уменьшайся От её Удалось Так Эту Дамбу Кстати Сделали Смотрите Её Так Моле-менее Камушка Мы глажили Сеткой Вот так Все Камни Видно Да Елена Привет Тима Привет Елена Смотрим Мы Наблюдаем За Паводком В районе Якутска Вот здесь Вот Вот эти Вот Сейчас Он оттуда Одна Выныривает Видать Она Бензином Заправлялась Что-ли Туда Он плавала Вон там Лодочная Станция Напротив И она Куда-то Переплывает Другое Место Я смотрю Люди Стоят Желают Переправиться На тот Берег Поскольку Моста Нету Через Реку Муз Муз Пока В Мечтах Приходится Людям На таких Лодках Переплавляться Вот В Межсезонье Межсезонье То есть Когда Уже Нельзя По Ледовой Переправе Переправляться Пока Еще Река Навигация Не Открылась Здесь Можно Тоже Спуститься Дырка Туда Хотел Сходить Сейчас Сюда Сходим Сходим Снимая Эти Лодочки Идем На эту Башню Какая Там Башня Я вижу Антенны Закреплены Передающие Ретранслятор Через Реку Поскольку Кабель У нас Здесь Проложить Это Целое Дело Через Реку Стреляет Вот Эта Башня На ней Антенны Расстояние Где-то Примерно Вот Здесь 8 Километров Реки Померить По карте Возьмите Напротив Яндекса Карт Выгол Откройте Можете Сами Линейку Мерить Расстояние Приличное Вот Вот Эти Открытые Вот Эти Хивусы Хивусы Стоят Вон Их Целая Куча Эта Вода Спадет Здесь И вот Эти Льдины Они Толстые Где-то С метр Толщиной Они Останутся Здесь Лежать Прикольно Будет Можно Будет Сходить Пофоткаться На них Подождать Пока Века Пройдет Вот Они Хивусы Но Они Уже По-моему Не плавают Плавают Какие-то Другие Лодки Такого Защитного Цвета И двигатель Какой-то Другой Они Более Для таких Экстремальных Ситуаций Поскольку Сейчас Смотрите Вот У нас Шуга Шуга Торосы Вот эти Лед Скрывается Уже Сложно Передвигаться По реке Поэтому Более Хивусы Наверное Уже Не подходят Можно Разбить Их Медленно Очень Ползет Катер По реке Ну Представляете Да Вот Такая Вот Такая Шуга И по ней Еще Надо Плыть А там Люди Сидят Они Все С багажом По Несколько Суммах У каждого Ну Битком Надбиваются Естественно А вот Станция Лена Лодочная Станция Лена Видны Приблизить Вот Я сильно Приблизил Дергается Вот так Вот Лодочная Станция Поэтому Если есть У кого Катерок Лодка Может Вот здесь На летнее Время Вставлять Ну Вот Такие Вот Средства Плавают У нас В межсезонье Людей Перевозят Пока Настанет Пока Мост Не построили Так Ну Все Двигаемся Дальше Обратно Здесь Выложим Вот Она Дамба Мы Сейчас На дамбе Находимся Она Отсыпана Была В 1968 В Восьмом В пятом Году Так Что-то У меня Слушайте Надо Мне Подзарядку Включить Надо Два Процента Написал Сейчас Вырубится Подзарядку Я с тобой Взял Стрим Стрим Прократится Е-мое Так Надо Где-то Встать Повербанк Да Называется Повербанк Так 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 О Juve Ох ты Ох ты Повербанк Ох ты Такая вот ситуация была непредвиденная. Девочка быстро разобралась, она видать собаку выгуливала, начала колотить. Так, включил ее. Подключил батарейку. Так, слышно, зарычал этот какой-то. Так, так, у меня взять этот паэрбанк вместе. Как-то надо умудриться. Сейчас я их схвачу. Пойдем. Дойдем до лечебанка. Хочу я до лечебанка дойти. Вот его покусали. Напали на собачку. Упс. Люди прогуливаются. Выходной день. Собакин. Ну, без хвоста. А хвоста куда потерял? Вон этот пёс. Щенок еще. Щенок, да? Тут же без хвоста. Так, сейчас надо вот дотуда дойти. Вот здесь люди ждут. Смотрите, сколько где флажки. Когда это... Когда лодка приедет, приплывет. И можно будет поехать. Пёсик берет нас. Двигается. Экстрим-стрим из Якутска. У нас здесь паводок. Река движется в районе города. Поэтому вода... Вот лед скрылся. Прибывает вода со вчерашнего дня. Ну что, куда ты меня ведешь за собой, да? Щенок же, да? Щенок маленькая собака. Или порубка такая, или щенок. Скоряще, но еще не вырос. Ну, здесь тоже люди сюда подходят. Видно. А там вот с той стороны сейчас рыбаков уведите. Рыбаки стоят, рыбачат. В водоеме пытаются рыбу какую-то наловить. Не знаю, конечно, что здесь можно наловить, но что-то ловят, ребят. Раз. А, вот с той стороны лодка приплывала туда, там, где мы были. Ну что? Что? Пёс Барбос. Куда? Кого ждешь-то? Вот такие собачки-вайкуски. Гуляют одинокие. Час тридцать два уже стрим. Идет. Ты чей такой, а? Чей пёс? Пёс. Пёс. Как тебя звать? Чё за борода? Дворняга, да? Дворняга, да? Он язык высунул. Лёг. 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 Ну, вот так, люди здесь какого-то нацепка, гравия понавозили. И сейчас мы по этой второй даме здесь прогуляемся. Вижу, человек с удочкой, идёт. Ну вот сюда вот приходят люди. Здесь пытаются что-то наловить. Там внизу видно, да. Вон сидят они. он даже пикничок устроили подростки какие-то сели вышли вот так вот и расположились и сидят что-то обсуждают свои дела какие-то загорают солнечные ванны принимают вам чайки видно плавают пёс пёс ты чей пёс пёс так ладно двигаемся здесь заборок такой поэтому здесь уже не могут проехать машины в общем-то замечательно ну что от машин как выяснилось один вред только шум пыль разбитые дороги мусор люди потому что кидают все хотят даже на машинах и ездят но все вот почему-то надо обязательно оставить после себя какие-нибудь мусорки бутылки еще чё-то окурки там не знаю там консервные банки там еще чё-то да и все это естественно она лежит ну вот даже проходили в якутске перепроходят периодически субботники по уборке мусора каждую весну потому что если не убирать люди мы просто будем мусори мусори жить просто мусори жить но я понимаю когда там мусор как-то случайно до появился каким-то образом а когда вот люди специально его не убирают и ленятся ужасно вот эти здесь какие насыпали пески дамбу укрепляют ну здесь от рыбаки о спуститься что ли здесь какой-то век спуститься вниз здесь якутская 5 вот она тепло которое дает вот ее в водоем вот такой закрытый здесь смотрите рыбаки стоят тут видать рыбы какая-то водится смотрите сколько рыбаков-то тьма тьмущие вон удочку поставили видно да это чисто конечно такое любительское дело тут вы не конечно только больше просидите чем что-то наловите или может специально здесь в этом водоеду не воду рыбу разводят ну а так в общем как любители и приходят они удочку закидывают и сидят ждут когда клюнет она скорее всего я бы здесь не пошел ну пока река идет конечно рыбалка только вот здесь вот возможно здесь возможно так и там чё написал мне бедняжка щенок что про мозг говорят когда будут строить тима дар белла затопила ну вот говорят что затопит ждем ждем вот сегодня завтра наблюдаем ситуацию мы туда не поехал я вот здесь прошелся по дамбе от речи порта смотрите сколько здесь людей и оттуда не хочу даже идти спускаться вниз там обратно лезть по камнем дню вообще замечательный сегодня сейчас туда мы поднимемся на ту сторону и вы увидите разницу так залезть жена да умный не пойдет умный гору обойдет не зря кто-то такую сказал фразу очень мудрую ой нам делать нечего поэтому приходится в гору лезть благо она не такая высокая какая-то дамба и вот смотрите вот это вот озерко которое тец воду спускает выпускает забирает вот эта дамба и вот река вот смотрите какой уровень сейчас в реке вот лед лежит скрылась река а здесь красота здесь свой микроклимат как бы еще там теплые воды спускаются с этого тец и соответственно рыба какая-то видать и обитает да что-то и воды с собой не взял приходится идти трепать языком что-то говорить же постоянно приходится да еще жарковато мне спина уже вспотела хоть я и водился так просто на мне курс когда рубаха запарился поэтому ну можно сказать что уже лето раз такая погода можно сказать что уже лето в городе сейчас уже окончательно века пройдет когда будет вообще шикардос с погодой так вот там слышно шум какой-то видать эти заводятся лодки в них видать сейчас перерыв был мне так кажется перерыв на обед не перекусывали сейчас обратно начали плавать ну даже вот когда лед идет и то лодки плавают представляете да какой у нас здесь экстрим стрим 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 так так давайте еще еще рывок еще еще надо пройти по этой дамбе и мы с вами окажемся в речном порту города Ипутска вот вы можете сами видеть вот эти вот краны краны это грузовые причалы грузовой причал много людей сегодня много людей сегодня здесь вышло выходной день воскресенье некоторые даже вот я смотрю здесь расположились сидят что-то кушают водичку пьют хорошо время проводят в общем то надо вот здесь сделать какую-то зону отдыха для горожан такую более-менее благоустроенную чтобы ни горожанам не куда-то туда далеко ехать а вот можно здесь прямо вдоль реки отдыхать довольно таки хорошо ну вот это вот линия электропередач высокого напряжения в заречные районы вот идет вот так вот она шурует вон там люди сидят прямо с ребенком с маленьким просто сели мне уж неудобно их впритык снимать просто сели и сидят вон там кушают что-то там взяли с собой видать курочку яички помидорки все как вы любите так и такой мини-пикничок еще одна собака выгуливают за ними бы только еще убирали конечно так мне неудобно вообще идти потому что у меня поэрбанк в руке и телефон одновременно в одной руке я несу и не очень она хорошо как бы удобно так вот все вот это вот речной борт видно Демьян бедный там он за ним этот механик Кулибин это два лайнера которые плавают на ленские столбы и до Тикси они плавают тоже туры есть в полене кто кому интересно может зайти на сайт вот ленского речного пароходства круизы полени выбрать и посмотреть расписание движение значит соответственно там же наверное приобрести там же какие-то билеты на эти лайнеры и прокатиться летом довольно интересно хорошо да сплавать подышать воздухом посмотреть на природу на реку действительно река река Лена протяженностью 4000 ой как мне тут заскочить то е-мое через эту трубу обессилил я уже совсем хожу туда-сюда да ух река Лена 4400 километров самая протяженная сибирская река в по-моему вот ну на территории России да она ну и вообще в мире тоже одной из длинных рек считается река Лена 4400 километров это и без притоков чисто река вот пусть я до истока ну вот они красавчики еще по-моему они естественно советских времен постройки по-моему германия что ли где-то сделано они два вот этих лайнера ну появились они в 80-х годах вот эти вот были пригнаны в 80-х или 90-х какой-то Демьян Бедный по-моему раньше появился в 80-х годах пригнали Демьян Бедный вот этот сюда а механик Кулибин ну помоложе что ли не знаю точно и стою я не буду вам врать вот такие вот красавчики видим что-то красят красочкой облагораживают ну и вот здесь видно ТЭЦ смотрите вон трубы стекает вода поэтому здесь там даже пар идет поэтому здесь в этом озерке вода теплая и рыба какая-то здесь есть которые люди хотят выловить ну это конечно да это ближе к хобби то есть вы здесь больше просидитесь чем что-то наловите у кому-то нравится краской пахнет красят облагораживают так ну вот мы еще ближе приблизимся вот он Михаил Светлов со звездой красавец видно да а это Демьян бедный они похожи два лайнера круизные шикарно на них прокатиться смотрите заходите на сайт круизы по линии набирайте и найдете описание цены какие когда круизы эти проходят до Тикси там конечно далеко там где-то неделю туда неделю обратно пять дней туда пять дней обратно где-то так две десять дней или две недели вот так вот примерно время занимает от Тикси до Тикси до Пути обратно а если до Ленских столбов ближе здесь ближе и соответственно это где-то в пределах двух суток ну если с высадкой с высадкой о садко о метеор стоит на этом видать что-то подделывают так ванника пойдем дальше люди ходят гуляют м м 21 пристани вот здесь вот летом ну сейчас уже получается двадцать пятого числа павода вот вот открывается навигация в Викницке вот когда река проходит вот отсюда с этих пристаний уже будет катера обычные плавать на тот берег до сюда люди доезжают вот там установка автобуса номер восемь и вот здесь садятся и переплавляются теплоход заря такой большой плавает потом есть мелкие какие-то катера лодки на выбор на выбор ваш выбор там цена соответственно тоже разная заря она подешевле да она идет подольше чем эти катера так вот метеор 236 видно да вон он красавец стоит его вытащили это аналог кометы тоже судно на воздушных крыльях такие ходят еще знаете где в Санкт-Петербурге там у них такие метеорчики но там и путь конечно там такая забава еще сомнительная то есть там вот это шум и вибрация как бы то есть если вас укачивает надо думать стоит или нет так ну что мы видим пока я ходил уровень воды здесь у нас поднялся что ли а точно поднялся потому что я проходил вот здесь вот я свободно проходил вот где вот это вот смотрите где тут было где-то полметра вот видно да заборчик вот этот внизу стоит я здесь спокойно проходил а сейчас вода приближается вот вот она еще прибыла сколько-то сантиметров на десять что ли так что движуха идет поводок идет вода прибывает сейчас мы еще спустимся где тут пройти то а вот здесь вот здесь можно постоять посмотреть но мы с вами ближе двинемся это речной порт это здание речи порта она кто помнит вот знает аварийный причал проход запрещен и эта боржа паром вот этот он прямо смотрите в эту упирается строение вот эта вот бетонная какая-то лодка Да, водичка прибывает Паром Водичка прибывает Вот она водичка Да, но если вот эти льдины суда выплывут Большие, они здесь сядут Когда вода уйдет Можно будет посмотреть Так, ладно Все понятно Еще немножко туда пройти Так, сейчас я ваши комментарии почитаю В тенек встану Кто что пишет Вот здесь люди Нажелающие понаблюдать Тут даже пито сидушки Можно сесть, диваны Целые Паром Номер пять Паром номер девять Паром номер восемь Пассажирское райуправление Желает вам приятного плавания Пассажирское райуправление Так, вот здесь вот есть вот такая штуковина Такой вот мостик новый К сожалению Видно, да? Проход запрещен Туда не пройдем Там даже переварено Чтобы люди не ходили В двух местах Причал номер один Там уже вот такие вот Краны Краны При вокзальной площади Так, сейчас почитаю комментарии Что-то я устал так вообще Капец Днежка, он хочет С вами щенок Когда эту новую дамбу насыпали Ее насыпали Ну, где-то лет десять назад Она соединяется С речь-квартом Да, вот я по ней прошел И вот вышел сюда Дания Елена Мех Демьян Помоложе А, Дания, да? Производство Ну, возможно, да Ну, европейского По европейской постройки Вот эти корабли Лайнеры Наши Поэтому Какой-то бар А мне казалось Что у них Какой-то немецкой постройки Там же судоверфи Есть Хотя и у нас тоже могут строить Но вот Эти вот Они Из-за границы Были куплены Так, вот она Привокзальная площадь Сейчас вам Туда пройдем Скверчу Привокзальной Солнце Вообще Петет Конкретно Слушайте, люди Жарень Вообще Я не могу Вы прямо Изнываю Пить охота Пить жутко охота Какая-то кафешка Есть Служба доставки Вкусной еды Вот, смотрите Вот там вот Через дорогу Ну и здесь Смотрите Вот такой вот Фонтан Фонтан работает Он интересно Тут мы видим Медведей Которые поймали рыбу Рыбу И вот по идее С этой рыбой Ой, боже мой Вступился С этой рыбой Должен бить фонтан Было бы хорошо Если его запустят Конечно И вот написано Видно, да Речной порт Тут, кстати, какая-то Столовая есть Место Клуб Рестабар Караоке Место 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 для тусовки Это вон там Диджей Соловей Рекламирует себя 6-го 0-3-го 23-0-0 Да, оно уже прошло Да Речной порт Фонтан Вот такой вот здесь Здесь заезд В этот грузовой Терминал порта Вот, собственно, сам Речной порт И здесь Мемориал Мемориал Войне Второй мировой войне Вот здесь Ага Память о вас Вечна Солдат В каске Со звездой Орден Отечественной войны Воинам Умершим Погибшим во время Второй мировой войны Так Ну и здесь Вот такой Скверик Есть И там еще Один памятник Так, дайте-ка Отключу я эту Вот Здесь вот Восьмерка Вот тут даже 108-й Станавливается 108-й Пригородная И восьмерка Кому лень Ходить мешком Может Вот на восьмерке Так, я отключу Повербанк Опс Тут затолбало Мне его таскать Надо Длинный кабель Это неудобно В руке Телефон Повербанк Таскать с собой Что же он нифига не зарядился Так же 2% Показывает Так, 9 смотрит 23 лайка Спасибо большое За лайки Так, а здесь у нас Памятник Глотову Основателю Ленского Почтового Пассажирского Пароходства Вот Основателю Ленского Почтового Пассажирского Пароходства Вот Такой Мужчина Купец Какой-то Похож Так, вот Восьмерка Здесь Садится И конечко Восьмерки И вы можете Туда В город Поехать Она, кстати, едет Знаете, до медцентра Отсюда До медцентра Ну, а мы Пешочком Прогуляемся Так что Сейчас Стрим уже Закончил Река Прибывает Уровень воды Прибывает В районе Пуск Надо наблюдать Запаводковые Ситуации Что будет Дальше Надеюсь Что все Проскочит Более-менее Будет нормально Ну, ладно Вот так вот Выйдем с вами В город Два процента У меня заряд Пуэрбанка Тут не хочет Сколько он у меня Был Подключенный Минут 30 И совсем не зарядился Хороший Пуэрбанк Здесь, кстати, Продают Участок Семь соток Телефон Восемь, девятьсот Четырнадцать Двести Семьдесят Семьдесят Три Двадцать Пять Тридцать Два Кому надо Берите Там тоже Где-то Продают Вот здесь Недалеко Тоже Участок С домом Видно Флаг Победы Красный Реет На флагштоки Дровишки У них